Тигран Джавадян родом из Баку. В Азербайджане он закончил художественное училище, а затем Институт искусств имени Гейдара Алиева. Судьба складывалась по-разному. Пришлось уехать из родных краев, заняться бизнесом, оставив любимое дело, но в итоге именно судьба дала шанс вернуться в мир искусства. Талантливый человек талантлив во всем. И сегодня, соединив творчество и приобретенные качества бизнесмена, Тигран Джавадян возглавляет Белорусскую ассоциацию творческих людей. А его кисти принадлежат несколько тысяч полотен. И День художника, без сомнения, его праздник. Если картина даже технически написана великолепно, но энергетически она не соответствует этим критериям, там нет любви, то это все равно продукт, который не съедобен. То есть все, что мы делаем в этом мире с момента нашего рождения, мы делаем все, чтобы быть счастливыми. Я думаю, что суть творчества художника, вот не надо забывать, я это советую всем своим коллегам и себе в том числе, что мы должны, чтобы не писали, в каких бы жанрах не писали, а нас немало, в конечном счете, вот эту любовь и красоту не надо забывать. Тигран Джавадян многогранен в своем творчестве. Восхищаясь красотой Бреста, он пишет городские пейзажи, таинственные улочки и здания, хранящие историю, купола церквей, портреты берестейцев. Он прекрасный реставратор, а также Тигран занимается росписью храмов. А потому неудивительно, что особое место в галерее творчества занимают иконы. Сам художник не скрывает, что является поклонником классики. Учился и сегодня учится искусству живописи, глядя на полотна великих русских художников. Я всегда любил классиков, не буду скрывать, хотя я считаю, что каждый художник уникален, даже художник, который, возможно, как бы не в моем вкусе, но даже у таких художников есть произведения, которые мне нравятся. Но есть мастера, которые нравятся больше. Ну, допустим, Рейпин, Маковский, Иванов, Шишкин. Вот наши классики. Я их очень люблю, и я очень много учился у них. А в это время в стенах Брестской художественной школы «Волшебный мир» маленькие, нападающие большие надежды ученики на красочных мольбертах, гуашью, акрилом, акварелью и маслом создают свои первые полотна. А руководитель школы Татьяна Савич помогает им освоить различные стили и техники, чтобы через несколько лет эти ребята смогли стать настоящими мастерами кисти, архитекторами или дизайнерами. Мы продолжаем учить, обучать детей, продолжаем творить с ними, открывать совершенно новые таланты, и это здорово. Сегодня Международный день художника. В 2007 году он был принят как международный. Кто-то празднует, кто-то нет, но сейчас, на сегодняшний день, любой может быть художником. Возьмите карандаш, возьмите кисть, возьмите просто палочку на песке, из песка что-нибудь сделать, и это уже скульптор. Каждый у нас в душе художник однозначно с рождения и до смерти, потому что каждый рисует какие-то образы. В голове, на бумаге, на земле, где угодно. Рисунок, живопись, композицию и цветоведение ежедневно изучают в художественной школе «Волшебный мир». Самым маленьким ученикам школы 4 года, а взрослым больше 30 лет. Пишут в различных жанрах и стилях. Весной – цветущие сады, а сейчас, в преддверии новогодних праздников, на полотнах будет снег, которого так не хватает в реальности. Сейчас рисуем мы акварельными красками, моими любимыми красками. Сейчас вот рисую оленя, новогодняя тема. Стоит олень, тут зима, а тут осень сверху будет. Мой самый любимый художник – это Винсент Ван Гог. Не знаю, мне очень нравятся его картины, из-за того, что он вроде бы обычные вещи рисовал очень экспрессивно, можно так сказать, ну, очень ярко. И это выглядит очень интересно. Мне нравится рисовать акварелью и гуашью. Я люблю рисовать людей и пейзажи. Какие важны качества для художника? Важно воображение, чтобы он любил свои занятия и чтобы у него было много вдохновения еще. Для настоящего художника очень важно вдохновение и мастерство, умение видеть в простом – прекрасное, а в будничном – возвышенное. А в преддверии новогодних праздников брестские художники хотят поделиться своими творческими задумками и готовят для нас с вами много замечательных сюрпризов.